Интервью с куратором всего и вся, кроме собственного речевого аппарата, Вениамином Карловичем Рубиловым. Папа мой был такой весёлый, Мы с ним увлекались футболом. Здравствуйте, Вениамин Карлович! А расскажите, с чего началась история театра... Та-да! Та-да! Та-да-да-да-да-да-да-да-да... Вот такого вот не было. Приставили развлечений хвазал. В 1940-любом году у всех коридоров стоял собранный чемодан, Потому что в любой момент тебя могли отправить в санаторий. Лет на семь. А кому в голову пришла идея? Тогда в длительном отпуске у меня родилась дочь. Нужны были деньги, я ничего не умел, поэтому решил что-нибудь возглавить. А почему именно это? Тогда идея театра для эстрады витала в воздухе, потому что вся эстрада на нём на свежем выступала. Короче, я с этой идеей потихоньку, по секрету выступил прямо во время съезда КПСС. Хорошо, что не на нём. И что же произошло? Тогда Сталин среагировал мгновенно и умер. И оказалось, что всё это был культ, и все стали кричать «Ура!». Короче, вождя не стало, а культ «Ура!» прижилась. То есть сменил? Да-да! Пришёл Хрущёв, причём сразу, лично к власти, снял ботинок, начал по всему стучать, люди ему стали аплодировать. Сразу стало ясно, народ соскучился по юмору, стал быть, театру быть. А как быстро вы нашли помещение? Здание нужно было большое, и оно было. Но в нём уже был большой театр. Тайя Хрущёв сразу дал нам дом на Маяковской площади, а мы в ответ сразу начали его строить. Ну а потом на проекте поставили крест, потому что по проекту это была церковь. Потом кто-то сообразил, что проект ещё царских времён, и его переименовали в храм Ю-Ма-Ра. А с чего вы начали? Да-да! Мы сразу собрали полный зал. Кресел? Народу нет? Надо что-нибудь придумать? Собрали Трушкина, Коклюхкина, всех, кого я знал, не знать со смешными фамилиями, чтобы они что-нибудь придумали. А какие там шли спектакли? А какие там шли спектакли? Вот какие разрешали, такие и шли. Зато шли на ура, потому что ура кричали по любому поводу, и мы это, кстати, научили людей аплодировать. Потому что подумали, пусть они лучше бьют себя, чем нас. А что в наше время? Потом пришла перестройка, театры пришли упадать, и только мы не сдавались и гоняли машины из Германии. Ну, душа-то болела за театр. Такое здание в центре стоит, а сдать-то некому. Короче, театр сейчас, конечно, уже не тот. Процветает, как вы видите, но оно и понятно, надо же людям зарплату платить. Ну, в общем, как говаривал Иосиф Кобзон, 60 лет — это такой возраст, когда уже пора поднимать цены на билет.